Добрый день! Аспирин, наряду с пенициллином и инъекциями инсулина, считается средством, которое спасло человечество. Легендарная таблетка снимает боль, понижает температуру, обладает противовоспалительным действием, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже профилактике рака. Ацетилсалициловая кислота впервые была синтезирована в 1853 году французским ученым Шарлем Жераром из коры Ивы, но в форме, пригодной для медицинского применения, ее впервые представил Феликс Хоффман в 1899 году. Именно Хоффман получил патент на технологию производства ацетилсалициловой кислоты 6 марта 1899 года. Открытие Феликса Хоффмана было сделано не на пустом месте, а основывалось на работах ученых-предшественников. Сегодня аспирин входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. И многим очень сложно представить свою жизнь без этого аспирина. Ученый потратил много своего времени и жизненных сил на создание эпохального лекарства. А все потому, что Хоффман пытался помочь своему отцу, который страдал страшными болями суставов. Лекарства того времени крайне неэффективно снимали боль, и мужчине от них становилось только хуже. Тогда-то его сын Феликс и решил взять дело в свои руки. В итоге, помогая своему отцу, Хоффман помог всему человечеству, изобретя уникальную таблетку от всего, как часто теперь называют аспирин. Клинические испытания чудо-таблетки длились полтора года. Это происходило в лабораториях компании Bayer, где работал Феликс. 6 марта 1899 года аспирин стал официальной торговой маркой компании Bayer. В этой организации ученый проработал до конца своей жизни. Позже было доказано, что аспирин, помимо знакомых всем свойств, обладает также способностью снижать риск развития инсульта, инфаркта миокарда, тромбоза и даже рака. Это лекарство применяется и в рамках послеоперационной реанимации. Ива и другие богатые салицилатом растения издревле служили людям в качестве лекарства. О полезных свойствах этих растений медики знали с незапамятных времен. По сей день аспирин пользуется огромным спросом во всем мире, как недорогое и эффективное лекарство. Нетрудно догадаться, что аспирин это одно из самых продаваемых лекарств в истории человечества. Начиная с 1899 года в мире, по подсчетам специалистов, было продано более триллиона таблеток аспирина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова